Пруд Гонгнам, первый ландшафтный пруд в Корее, расположенный в Булегуне. Чонг Чонг Намда, в 1964 году ему был присвоен статус исторического места номер 135. В Самгук Саги, говорится, в 1935 год правления короля Пэк Чиму, 634 грамма, был вырыт пруд. На южной стороне дворца, наполненный водой примерно в 20-ти ри от него, вокруг него посадили ивы, а посреди острова создали остров. Пруд, называемый горой Банг Чан Сон Сан, есть запись, что это символизирует. Отсюда мы видим, что этот пруд был дворцовый сад, созданный во время правления короля Пэк Чиму. Камни фундамента, краеугольные камни, фрагменты плитки и фрагменты чаш из Пэк Чи. Периоды были раскопаны на холме к востоку от пруда, что позволяет предположить, что возможно, неподалеку находился второстепенный дворец. Кунг Намджи также связан с историей рождения короля Му из Пэк Чи. Согласно Самгу Кью Са, мать короля Му овдовела и выжила в доме возле пруда, к югу от Сеула. Она жила одна возле пруда. Встретила бога дракона и родила сына. Ребенка зовут Садон, который женился на принцессе Сонхла, третьей дочери короля. Джин Пхён из Силла и король Му, сменивший короля Биопа, у которого не было сына. Говорят, что это Садон. Эти истории заставляют нас предположить, что на этом месте находился отдельно стоящий дворец. И что Гунг Намджи был прудом отдельно стоящего дворца с глубокими отношениями с королем Пэк Чи. Оно было построено примерно за 40 лет до создания искусственного озера Силла. Считается, что в Ольджи, Анапджи, а также ландшафтный дизайн Ахнапджи Силлы находились под влиянием ландшафтного дизайна в стиле Пэк Чи, представленного Кунг Намджи. Буйо, исторический город, где царит культура Сонгу Кви, который представляет собой бронзовый век, расцвел около 2500 много лет назад. После этого король Сон, 26-й король Пэк Чи, имел грандиозное намерение национального возрождения и перенес столицу в Саби, Буйо, который был богат и имел большую гибкость в национальной политике. Это место исторической и культурной истории, которая расцвела в древнюю культуру, которая была скромной, но не потрепанной, кричащей, но и не экстравагантной, через 123 года роста национальной мощи и активной дипломатической деятельности. Он назывался Саби, он же Сабури, как последняя столица Пэк Чи, и столица была перенесена сюда из Умг Джина, нынешний Канчжу, в 538 году, 16-й год правления короля Сона. Царствование. Последствии. В 660 году, 20-й год правления короля Уиджи, королевство Пэк Чи было разрушено силой там. Союзные войска, и он был подчинен силе. И был переименован в Буйо-гун во время правления короля Кён Бёк, 742-765.